приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы как и обещал через месяц проводим дегустацию сваренного пива Хугарден для улучшения условий проведения дегустации и определения качественности пива купил бутылочку оригинального Хугардена напомню это пиво я варил из набора ссылку на видео и на рецепт вы найдете в описании также готовый набор можно купить на сайте ekozvar.com ссылку на этот набор я тоже наставлю в описании видео вообще очень много пивных наборов разных сортов пива можете посмотреть на этом сайте надеюсь что вам понравится но мы сегодня не для этого так сказать встретились а для того чтобы понять насколько сваренный мной Хугарден соответствует Хугардену бутылированному даже колбаски себе на закуску приготовил и так открываем Хугарден домашнего производства так сказать мы будем сравнивать цвет цвет аромат вкус ну в общем все моменты открываем Хугарден промышленного производства но странно он совершенно не пшикнул а пена значительно больше теперь надо ждать пока она осядет не ожидал я это наоборот так насыщена углекислотой пена не такая даже если наливать с высоты а здесь пена с ума сойти давайте сейчас подождем пока пена осядет и будем дегустировать итак пена как видим у магазинного более стойкая по цвету пиво практически одинаковое вот я сейчас смотрю на него на просвет на освещение она практически не отличается не знаю как так на камеру видно видно да но это может чуть чуть темнее но на просвет почти не видно разницы так когда смотришь домашнее чуть чуть темнее домашнее уже пробовал а это не пробовал но Хугарден не пил вообще никогда немножко какие-то нотки копчения сладкая на вкус до чего я рассказываю вы ж наверно пили Хугарден не раз и и хлебные вот как копченой хлебной корочки нотки тех специй которые я сюда добавлял в этом пиве я не чувствую совершенно в этом же могу сказать что они есть то есть по сладости оно точно такое же может чуть чуть менее сладкое но значительно более отчетливо есть нотки кинзы и нотки гвоздики ну вот честно вы наверное скажете ну или напишите в комментариях что ну было бы странно если ты не похвалил свое но мне свое нравится больше у меня была партия неудачного пива недавно я его варил по собственному рецепту и совершенно случайно по ошибке бухнул туда вместо 20 грамм хмеля 40 грамм хмеля на всю варку я хотел приготовить горьковатое пиво в результате оно получилось такое с крепким вкусом хмеля ну я считаю это пиво не получившимся и беру его на какие-то мероприятия вот последний раз взял мы с братом ездили на рыбалку если следите за фейсбуком взял по-моему 8 таких бутылочек успешно мы с братом выпили все хорошо нечестно но такое знаете как советское жигулевское было очень ну такой с горчинкой конкретная от хмеля на обратной дороге у нас когда мы ехали назад пиво закончилось лариса была за рулем и мы с братом решили взять еще по бутылочке пиво брат взял какого-то хорошего пива выпил говорит ну попробовал говорит слушай после твоего пива это пиво пить невозможно и тогда ему сказал ты знаешь серёга а ведь я взял пиво ты вот час сравнений просто попробовал а я взял пиво которое считаю неудавшимся который мне по большому счету на стол поставить стыдно оно вот для рыбалки только годится поэтому я все-таки считаю что домашнее лучше это к чему друзья у нас на канале есть мастер-класс как сварить пиво в скором будущем я сделаю еще один мастер-класс как сварить пиво начинающему в скором будущем я сделаю еще один мастер-класс как сварить пиво вообще без всякого оборудования просто в обычной кастрюле так вот я это все к тому что то что продается в магазинах Это вовсе не пиво, это солодовый напиток, зачастую сделанный, во-первых, делается он из концентрата солода, не из самого солода, а из концентрата. Концентрат это обычный сахарный сироп с вкусовыми и ароматическими добавками. Туда добавляются дрожжи, это дело сбраживается и получается напиток, похожий на пиво. Конечно, не в 100% из 100%, но пиво нижнего ценового сегмента, как мы его называем, отечественное, оно, я практически уверен, делается таким образом. Ну, не хочу ни на кого ничего наговаривать, но домашнее пиво делать просто, друзья. Обходится оно в два раза дешевле, чем пиво нижнего ценового сегмента. Поэтому я вас так сказать прошу, посмотрите мастер-класс, если вы любите пиво, сварите свое первое зерновое пиво. Поверьте, после этого вы магазинное пиво пить не сможете. Ну, вот такой вот мой посыл в этом видео. Хугарден, я считаю, удался, реально удался. Ну, правда, можете закидывать меня какашками, но мой мне понравится больше, чем бутылированный. Я, конечно, не уверен, это пиво покупалось в супермаркете в Украине, в Украине очень много подделок. Я не могу сказать, оригинальное это пиво или произведено где-то... Кстати, что здесь написано о производителе? Нифига не написано, где произведено. В общем, дело ясное, что дело темное. Может, произведено где-нибудь, ну, не на оригинальном заводе, а где-нибудь у нас разливают, потому что у нас уже крушовица разливают, который пить невозможно, и стоит оно, как обычное, черниговское. Ну, в общем, такое, друзья, попробуйте приготовить свое зерновое пиво. Ваше здоровье, так сказать, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, а мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok